Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции и перевожу на русский язык новости, здесь что у нас в стране происходит из официальных источников. Это мой личный блог без какой-либо претензии на профессиональную журналистику. Так что, если вы хотите знать, что происходит в Турции, о чем на самом деле сплетничают люди и чем интересуются, то вам на этот канал. А также в инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь, чтобы быть в курсе. Конечно же, последние парочку дней новости у нас на повестке, что здесь тревожит общество криминальные и политические, а точнее геополитические. Вчера, 24 сентября, состоялась встреча, они до сих пор, саммит продолжается, ООН в Нью-Йорке, туда у нас прибыл президент со своей супругой. И вчера произошли самые главные ключевые моменты встречи. Несколько тезисов. Первое. Эрдоган официально открыто заявил, что ООН не справляется со своей миссией по поддержке международного мира, безопасности в мире. И отметил, что организация становится все более неэффективной и слабой. Также президент Турции осудил израильскую политику в отношении палестинцев, назвал это, как и прежде, он просто повторился, эти действия Израиля геноцидом в отношении народа, мирного жителя Газы. Он призвал международное сообщество, особенно Совет Безопасности ООН, где он присутствовал, остановить все эти действия, прекратить эту войну. Также Эрдоган сравнил нынешние действия Израиля с нацистским режимом и заявил, что, собственно, это повторение гитлеровских методов его поведения. Также он призвал остальные страны в мир, которые не признали Палестину, стать все-таки на правильную с его стороны взгляда истории, признать палестинское государство, стать на правильную сторону. Еще Эрдоган в своем выступлении критиковал двойственность стандарты Запада. Эрдоган отметил, что Запад поддерживает Израиль, следуя политике двойных стандартов, и осудил поставки оружия в Израиль, несмотря на то, что они пытаются установить перемирие. И как бы он напоминал о том, что Турция ведет тоже поставки в Газу гуманитарной помощи. И последний тезис – это конфликт между Украиной и Россией. И, по словам Эрдогана, по мере того, как конфликт на Украине приближается к завершению третьего года, стороны все еще далеки от установления справедливого и долгосрочного мира. А это выступление вчера заняло центральное место в мировой повестке дня в политике. И также вчера Эрдоган встретился с президентом Ирана. Они обсуждали двусторонние отношения между Турцией и Ираном, также про эскалацию на данный момент, которая на Ближнем Востоке происходит, и поговорили о сотрудничестве между странами. Еще что стало тоже сенсацией такой на странах постсоветских СНГ, Эрдоган встретился с президентом и Украины, и президентом Армении. По поводу стезисов с Зеленским, что он отметил, что Турция готова пойти на любые шаги для справедливого, прочного мира. И второе, что Турция усилия прикладывает всевозможные в Черноморском округе для зерновой инициативы прекращения огня. Он будет продолжать все в том же духе, вести свою политику в этом направлении, все так же, как и остается. То есть он не убирает своих, скажем так, позиций в этом вопросе. Социальное, что здесь в Турции сейчас, последние два дня, сколыхнуло общество, заинтересовало, что очень эмоционально обсуждали в соцсетях и критиковали. 22 сентября в районе Стамбульском Умранье была застрелена офицер полиции, девушка, ее звали Шейда Юлмас, и она была убита выстрелом в голову при задержании опасного преступника. Подозреваемый в этом убийстве – это 19-летний парень, его зовут Юнус Эмре Гичит. Сначала о хронологии событий. Этот Юнус был остановлен полицией в этом районе Умранье по подозрению в краже мотоцикла, что потом установила, он мотоцикл украл. При задержании он оказал сопротивление, ему удалось завладеть оружием, он открыл открытый огонь по полицейским, по прохожим, по всем, кто был вокруг. После чего он скрылся с места происшествия. И вот на месте сразу в результате перестрелки девушку, он, вот эту полицейскую, убил сразу попаданием в голову, также ранил еще двух человек, один был полицейский. На что обратили внимание граждане Турции, что в СМИ просочилась информация, что этого 19-летнего парня было 26 судимостей к этому моменту уже. И вот некоторые статьи, по которым ему были обвинения раньше в жизни предъявлены, это умышленное нанесение телесных повреждений, вымогательства, сексуальные домогательства, грабеж, порча чужого имущества и также сексуальное насилие над детьми. И трагедия сразу же в обществе подняла вопрос безопасности в стране, справедливости и вообще вопросы сразу же пошли к государству, как система правосудия в стране общается, скажем так, контактирует с рецидивистами, когда 26 судимостей, да. И о безопасности граждан здесь в стране. Своевременный вопрос появился. Простите, где безопасность? Почему он был, не сидел в тюрьме с таким послуженным списком? Вообще, почему он, скажем так, продолжил, украл этот мотоцикл или мотороллер, условно? В общем, он опять продолжал свою криминальную деятельность. После этого, когда вот произошло сначала, это была первая ночная кутру новость о убийстве этой девушки в СМИ, этому оказали внимание, но что началось в соцсетях, в инстаграме, в твиттере, комментарии не сдерживались. То есть, лично я что читала из разряда, вообще его повесить на площади такси, мы вместе с ним, тех людей из правосудия, которые допустили то, что он не сидел в тюрьме, не наказали, там, судьи и все прочие, прочие, кто вообще позволил ему находиться на свободе и продолжать преступление. И в том же ключе все происходит, и вот эта девушка полицейского, он застрелил вообще, то есть, как бы этого ситуации бы не было, если бы он не сидел в тюрьме, как и должно быть. К обеду его задержали, появились СМИ-кадры его задержания, и это тоже вызвало еще бурю эмоций и обсуждений, потому что задержание было, по мнению людей в стране, было сделано крайне демонстративно и показательно. Его выводили при задержании две девушки полицейских, рядом мужчины шли, как бы тоже, но этим занимались девушки. Второе, в силу того, что на нем там при задержании, видимо, он был только в нижнем белье, на него одели пакет для мусора, как транспортировка, куда его поместили после задержания. Вот использовали специальную машину для доставления его в здание суда для выбора меры пресечения, на какое наказание. Вот этот конвой проходил в транспортном средстве для перевозки животных. Если о девушке, Шейла Елмас, она вообще на самом деле начала карьеру полицейского лишь год назад, ее супруг тоже полицейский, ей было 27 лет, и, конечно же, были кадры, которые не оставили никого равнодушными. Как ее супруг провожал в последний путь, обнимал, целовал гроб, там вообще рыдали все, это были сотрудники полицейские, взрослые мужчины, никто, короче, не смог сдержать эмоции и, короче говоря, равнодушно отнестись к этому. Из этой истории что можно подметить? Реакцию людей, потому что люди, граждане на взводе, и очень быстро они задают правильные, острые вопросы и обращаются к государственным структурам. И государственные структуры очень быстро также реагируют. Вот это его поведение демонстративное, аресты, вот это вот. Но я так скажу, что люди остались недовольны этим, они требуют справедливости, что он должен сидеть в тюрьме, и неважно, каким образом и как его задержали, на это такой реакции, ну, кто-то говорил, что этого вообще мало, на другие люди говорили о том, что, ну, так тоже нельзя относиться, все равно он все равно человек, но в любом случае вопросы остались открытыми, и они заданы очень агрессивной форме в социальных сетях правительству, государству, как оно справляется со своей работой. За прошедшие дни очень сильно подтопило некие провинции в Турции, например, Адану затопило, Трабзон, улицы городов просто превратились в Венецию, например, в Адане мужчины там на лодке справлялись, по колено грязь, сели, сходили, некоторые граждане убирали все эти улицы, помогали даже государственным коммунальным службам, потому что очень грязно, с этими грязью сели, потоки с гор сходили. Сразу, например, возле Мерсина было зафиксировано около шести водных торнадо, в результате вот этих природных катаклизм, дождей, но на самом деле здесь нет ничего экстра неординарного, выходящего за рамки, это осенняя погода начинается. На трассе Невших-Аксарай в результате аварии перевернулся микроавтобус с туристами. Пострадало в итоге 18 человек, из них 15 туристы и 2 человека, это экипаж этого автобуса, сопровождающий гид и водитель. Причина ДТП о том, что водитель потерял управление и на месте происшествия уже сразу там быстро прибыли жандармерия, медики и пострадавших доставили в больницы. Больше о том, какие национальности, какие туристы, кто, как, какая их судьба, что дальше с ними было, в СМИ какой-то особой информации не было, но погибших в том числе информации, слава богу, никакой не было, никто не погиб. К его скандальному делу годичной давности вынесли приговор. Я хочу напомнить, что это было такое, девочку с 6-летним возрасте по шариату отдали замуж взрослому мужчине. И вот результат какой. Сейчас отцу девочки, Есуф Узия, ему дали 18 лет и 9 месяцев лишения свободы, а вот этого мужа, Кадыр Истекли его зовут, ему отдали, скажем так, эту девочку замуж. Его приговорили к 36 годам лишения свободы. И в обществе решение было принято таки однозначно. Я не слышала, не видела, не наблюдала в комментариях эмоции по этому поводу, что это несправедливо, учитывая, как сейчас общество накалено по поводу ситуации с Нарин, убийством девочки. И вот в этой конкретной ситуации вопрос религиозный, потому что этот брак по шариату, то что-то происходило, однозначно никто не сожалеет из граждан и говорит, что это очень большой срок. Вообще, вот когда год назад эта история вскрылась, это тоже был очень резонансный момент, очень обсуждалось это. Это было просто общество такое на острие. Так что вот этот приговор очень суровый, люди восприняли справедливо. Почему, если вы спросите, такие большие сроки дают, когда, например, за какие-то убийства, что-то такое, могут быть сроки и поменьше? Ну, потому что вы видите из новостей в новости, каждый раз я вам акцентирую внимание настроение людей здесь в стране. Они хотят справедливости, честного суда по закону. Поэтому, если бы им дали сейчас на фоне ситуации с Нарин маленькие сроки, мы знаем, как бы люди среагировали. Буквально история до этого, как застрелили полицейскую, какая реакция людей сразу была, на что, какие вопросики, кому они задали. Соответственно, здесь не наказать с большими сроками было просто невозможно. Это был огромный вопрос. Это могло быть взрывом в обществе, в социуме. Вы знаете, вот эта вот капелька, которая кап-кап, кап-кап, терпение граждан здесь. Вот чувствуется, что в любом вот этом социальном моменте общество остро реагирует, потому что терпение заканчивается, капельки кап-кап. В общем, посмотрим, что дальше будет. В Каппадокии произошло ЧП с воздушным шаром и машиной. Воздушный шар врезался в машину, приподнял ее. В общем, когда утром был запуск шаров, воздушный шар набирал высоту не очень быстро, и поэтому залетел на площадку, парковку, куда люди приезжают посмотреть восход солнца, либо там закат вечером, например, с вот этими воздушными шарами. Шар в итоге залетел на парковку, ребята его пытались поднять, чтобы он набрал высоту, и в последний момент он зацепил машину, ее приподнял вверх. Ну, слава богу, никто не пострадал, корзина воздушного шара не перевернулась, машина соскользнула с него, и он полетел, набрал высоту и улетел дальше. То есть особо повреждений пострадавших в инциденте не было, но это был очень опасный момент, потому что эта парковка просто на обрыве скалы. Если бы еще там парочку метров он протащил машину, машина бы улетела со скалы, и там есть и отели, и люди, если что. И шармок упасть, и с корзины люди вылезти, выпасть точнее. Так что это могло нести за собой, ну, такие непоправимые последствия. Давайте напоследок, в силу таких сегодня криминальных, жестоких, недобрых новостей, маленькое видео, единение природы. Мужчина, папа, заверусилось видео, много было лайков в соцсетях, как мужчина плавал вместе с чайкой на своем животе, как они классно трифовали, наслаждались единением и компанией друг друга. Так что я вам всем желаю, чтобы у вас тоже все было спокойно, хорошо, и вы были, знаете, на релаксе. Нервов на все нам не хватит, так что сидим, наблюдаем, живем дальше. Напишите в комментариях, какие новости вызвали у вас больше всего эмоции обсуждения, приветствуются, уважайте, пожалуйста, друг друга в комментариях. Мы с вами встретимся в следующем выпуске новостей из Турции в инфобоксе под видео, ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции, обязательно подписывайтесь.